Ну, что ж, как говорил бывший президент России Борис Ельцин, Господи, благослови Америку. Конгресс США таки одобрил пакет военной помощи для Украины, а Джо Байден молниеносно подписал этот документ. Скоро новое вооружение проявит себя на фронте, а тем временем оказалось, что Соединенные Штаты Америки тайно передавали Украине ракеты «Атакамс». Какие сюрпризы еще скрывает в себе американская помощь, расскажу через мгновение. Заместителя Шойгу Тимура Иванова судят за взяточничество. Но вот незадача. Расследователи телеканала «Фридом» еще почти два года назад описали схему, как именно Иванов деребанил российский госбюджет. И в Минобороны, и в Кремле знали об этих схемах. Тогда почему же за Иванова взялись только сейчас? И почему речь тут не о коррупции? Только лишь одно проживание завтраком замминистру обороны России из компании обошлось в 5 миллионов 250 тысяч рублей. А также истек пятилетний срок пребывания президента Украины на должности, но в стране не готовятся к новому голосованию. Когда в Украине проведут выборы, и почему россиян так сильно заботит вопрос легитимности Владимира Зеленского? Обо всем этом говорим далее. Вы на телеканале «Фридом». И прямо сейчас анализ ключевых событий в проекте. Все так однозначно. В то время, пока на путинском телевидении аж слюной брызгали, рассказывая о том, как США якобы кинули Украину, Вашингтон тайно передал Киеву ракеты «Атакамс». Это оружие стало частью пакета американской помощи, которую президент Джо Байден одобрил еще в марте. Как Украина применяет эти ракеты? Какие сюрпризы есть в новом пакете помощи для Киева? И почему у союзников появилась уверенность в победе Украины? Соединенные Штаты Америки в апреле тайно поставили Украине ракеты 300-километрового радиуса действия «Атакамс» и есть предположение, что Киев уже успел испытать их в деле. Эту информацию 24 апреля подтвердил во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Советник Байдена отметил, что решение по «Атакамс» Вашингтон принял после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и после очередных массированных обстрелов украинской гражданской инфраструктуры. То есть передача ракет Киеву – это ответ на террористические акты России против мирного населения Украины, в том числе с использованием ракет КНДР. Сколько Украина получила ракет такого типа – неизвестно. Салливан говорит, что Вашингтон предоставил существенное количество и планирует отправить еще больше. В Госдепе США объяснили, что не объявляли о передаче Украине дальнобойных ракет «Атакамс» по просьбе украинской стороны ради безопасности. Есть предположение, что данные ракеты уже были использованы во время удара 17 апреля по российской военной инфраструктуре на территории аэродрома в Джанкое в оккупированном Крыму. Подтверждения Генштаба ВСУ касательно применения в этот период конкретно «Атакамс» я не нашел, так что мое предположение останется предположением до официальных заявлений. Но силы обороны сообщили, что тогда на территории аэродрома в Джанкое чем-то были поражены российские. Четыре пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три радиолокационные станции и аппаратура наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М». Еще какое-то количество самолетов и личного состава. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина обещала использовать ракеты только для атак в пределах оккупированных украинских территорий, а не по России. А в то же время британский адмирал сэр Тони Радакин в интервью газете Financial Times заявил, что на фоне поступления новой западной помощи Украина должна увеличить дальние атаки в глубину территории России. И он не выразил воздражений по этому поводу. По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы, ее способность продолжать глубокие операции станет особенностью войны. Они, безусловно, имеют эффект, заявил британский командующий. Возможно, речь идет о дронах, которые уже достают до Сибири, а, возможно, об очередных так называемых красных линиях, которые будут стерты. Это покажет время. Я лишь хочу отдельно обратить ваше внимание на высокое доверие партнеров Украины, ведь в течение 1922-1923 годов Киев неоднократно просил США о ракетах Атакам с максимальной дальностью. Однако прошлой осенью получил лишь партию ракет с предельной дистанцией стрельбы 165 километров. Теперь же, как следует из заявлений американских чиновников, Байден одобрил поставки ракет с дальностью до 300 километров. Что же касается других сюрпризов, Министерство обороны США сообщило об очередном пакете военного оборудования для Украины на сумму 1 миллиард долларов. Сотрудники Defense Express, компании, которая занимается обзором военной техники, обратили внимание на то, что в перечне помощи Белого дома указано «Оборудование аэродромного обеспечения». Вряд ли здесь идет речь о том, что США дают свои аэродромные машины для обслуживания самолетов советского образца. Поэтому, возможно, этот момент о передаче оборудования аэродромного обеспечения является заодно спойлером, который позволяет надеяться на относительно скорую поставку определенного количества F-16. Возможно, таким же спойлером, пишет Defense Express, является и распоряжение о передаче в этом пакете помощи, также и высокоточных авиационных боеприпасов. Так что в недалеком будущем сюрпризом на поле боя могут стать уже F-16. Несмотря на критическую нехватку вооружения у сил обороны Украины, россияне не смогли существенно продвинуться. И сейчас американские снаряды и дальнобойные ракеты «Атакамс» позволят изменить ситуацию на фронте. Кроме того, ожидаем, что теперь ВСУ смогут уничтожить незаконную постройку в виде Крымского моста, через который Россия снабжает свою армию. Предоставление США нового пакета военной помощи Украине – важный сигнал американцев о том, что Соединенные Штаты не остановятся на половине пути в вопросе поддержки Украины. Самый важный смысл предоставления помощи в том, что союзники верят. Верят в победу Украины. Иначе, а зачем тогда было проходить такой сложный путь? Военное ведомство России потряс самый громкий скандал за последние 10 лет. Заместителя министра войны России обвиняют в коррупции. Тимура Иванова, которого еще называют «кошельком Шойгу», судят за взяточничество. И знаете что? Как именно Иванов ворвал деньги из госбюджета, мы рассказывали еще почти два года назад. Схема, кстати, проста как мир. Частная строительная компания, назовем ее «Н», подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации. К примеру, заказ сделан на новые казармы. Фирма получает аванс, проводит работы, может даже процентов так на 80-90. И тут Минобороны просто разрывает контракт, высказывает надуманные претензии и не выплачивает остальную часть долга. По итогу, компания «Н» остается в убытке, а главное оборонное ведомство России с почти готовым зданием и неиспользованным бюджетом. Но это еще не все. Схема, как говорят журналисты, отрабатывается дважды. Чуть позже, почти достроенный объект оформляют по другой статье бюджета, на него снова выделяются деньги, которые получает уже подконтрольная строительная компания. Назовем ее «Т». Два года назад нам было известно, как окружение Шойгу наживается на войне. Получается, что как минимум два года на эти схемы у Путина тупо закрывали глаза. На самом же деле, эта история тянется намного дольше. Так чего же эти глаза раскрылись именно сейчас? Удивительные кадры разлетелись по сети 24 апреля. Заместитель министра обороны России прямо в форме, с погонами и звездами оказался за стеклом в зале суда. Такие кадры и подозрения в адрес высокопоставленного генерала в такое непростое время. Разве не дискредитация вооруженных сил России? Задержание заместителя Шойгу – это историческое событие. Не потому, что его поймали на взятки. Всем на это наплевать. В военном ведомстве России ворует каждый, у кого есть хоть какой-то доступ к финансам или к материальному обеспечению. Вспомните хотя бы ситуации, когда российские военные оказывались в украинском плену, обутые не в специальные ботинки, а тупо в кроссовках. Или когда солдаты отрядов Минобороны РФ жаловались на сухпайки, срок которых истек еще в 2015 году, за 7 лет до начала полномасштабной войны против Украины. Все знали, что Иванов годами крал немыслимые деньги. И более того, многие были в доле. Так работает эта система. Каждый на своем месте получает откаты, а Иванов и Шойгу находятся на вершине этой цепочки. То есть откаты там прямо космические. В 2019 году Тимур Иванов вошел в топ богатейших силовиков России по версии Forbes. То есть этот факт даже никто не скрывал. Тимур Иванов – это на 100% человек Шойгу. Его назначили на должность замминистра обороны России в мае 2016 года. Он занимался вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии, а также отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны и военную ипотеку. О том, какими финансами промышляет Иванов, мы рассказывали в своем расследовании на телеканале Freedom почти два года назад. Тогда наши источники предоставили документы, из которых мы узнали, с каким размахом Тимур Иванов любил проводить обычные выходные. В соответствии со счетом только лишь одно проживание завтраком замминистру обороны России из компании обошлось в 5 миллионов 250 тысяч рублей. Житель Алтайского края, где отдыхал Иванов, получил чуть больше 32 тысяч рублей. По нашим подсчетам, обычный житель региона должен 13 лет корячиться, не тратить ни рубля из заработанного для того, чтобы обеспечить себе и своей компании подобный шикарный отдых на курорте премиум-класса. Что, естественно, невозможно, если вы не замминистра обороны России. Я максимально вам рекомендую посмотреть полностью наше расследование, если вы еще не сделали это. Для наших зрителей на Ютубе мы оставим ссылку на видео в описании. Для тех же, кто смотрит нас на других источниках, просто вбейте в строке Ютуба «Роскошная жизнь заместителя Шойгу. Расследование Фридом». Там вы найдете для себя много интересного о том, как российские чиновники с жиру бесятся. И такая роскошная жизнь заместителя Шойгу плохо сочетается с призывом Путина в феврале этого года в его обращении к нации создать новую национальную элиту, состоящую из героев так называемой специальной военной операции. Ведь пока Иванов, ему подобные в Минобороны России, набивают карманы, это же ведомство пускает на убой своих военных в мясные штурмы. Смешно, что Иванова обвиняют во взятке на сумму более 1 миллиона рублей. Смешно с той точки зрения, что это копейки для таких людей. Там прокручивать схемы на триллионы, а 1 миллион – это капля в море. Так, жене на маникюр. Подумайте сами, какие там космические откаты, если человек может за одни лишь выходные потратить более 5 миллионов рублей. И явно же, что не на последние деньги, гуляль. Но российские Z-каналы находятся в эйфории. Там радуются, что топ-коррупционера на третий год полномасштабной войны поймали на взятке. Вот только эта история не про коррупцию. Это история про войну кланов в России. Вот что по этому поводу пишет популярный блогер Майкл Наки, который занимается анализом событий, связанных с войной России против Украины. Аресту Иванова радуется и в Z-каналах. Наконец-то государство взялось за коррупционеров, которые мешают ему побеждать на фронте, пишут патриоты. Не удивляйтесь, когда все те же Z-каналы будут сплошным потоком писать, какой Путин был коррупционер, военный преступник и ничтожество. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев будут на пару кричать, что он предатель. Как Z-каналы, которые раньше постили лишь пресс-релизы Иванова, теперь перетирают ему косточки, пишет Майкл. Задержание Тимура Иванова – это прямой удар Путина по Шойгу. Да, такие у них изощренные методы общения. Шойгу покрывал Тимура Иванова, потому что, как я уже сказал, Иванов – это кошелек Шойгу. Иванов очень близкий к министру обороны России человек, который находится под его прямой защитой. Именно по этой причине все обсуждают теперь возможные последствия для Шойгу. Ведь если его влияния сейчас недостаточно, чтобы защитить одного из самых близких людей, это значит, что у Шойгу большие проблемы. Но снять нынешнего министра обороны России достаточно сложно, потому что в таком случае у кого-то может возникнуть вопрос. Так что, выходит, Евгений Пригожин был прав в своем походе на Москву? Если вы помните, глава частной военной компании Вагнер называл Иванова казнокрадом и критиковал его при Путине. Монстры начали пожирать друг друга. Удар по крылу Шойгу не может остаться без ответа, иначе тот угробит свою репутацию. Тут или начнется битва кланов, или Шойгу просто проглотит эту ситуацию. В мае 2024 года истекает пятилетний срок пребывания президента Украины Вадимира Зеленского на должности. В конце марта в стране должны были пройти выборы, но новое голосование так и не объявили. Вадимир Зеленский продолжает править страной, а российские СМИ массово пишут о якобы нелегитимности украинского президента. Это ненормально, что в стране не проходят выборы. И я сейчас имею в виду не Россию. Да, это ненормально. Украине, как и любой другой демократической стране, выборы необходимы. Необходимо избрать нового лидера, или же с помощью голосования продлить срок действующего президента. Ведь это нормальный процесс жизнедеятельности страны. Вот только есть одна большая проблема. Россия, которая начала полномасштабную войну против Украины, лишила украинцев многих подобных нормальностей. Мартовские выборы в Украине откладываются, и у россиян почему-то популярен вопрос легитимности шестого украинского президента. Хотя, казалось бы, тут со своим единственным разобраться бы. Но нет, своего даже критиковать нельзя. На днях вот пять лет принудительных работ дали москвичу, который в вопросе проекта «Радио Свобода» осудил преступные действия российской власти. Разрядка нужна, конечно, но все зависит от нашего правительства. Но наше правительство развязало Путин, ГОП-компания. Россия сама себе создала вот эти все проблемы. Вот она сколько, 20 лет она говорит, что НАТО является большой проблемой. Я в НАТО вообще никаких проблем не вижу. Никого она захватывать не собирается. Это то, что нам пропаганда говорит, что уже 20 лет оно все приближается, оно хочет на нас напасть, и это как бы поводы какие-то появляются. Ну, я смотрю, что это все старая бюрократича советских времен. Наше правительство говорило о том, что оно хочет как бы с националистами бороться, но бомбит торговые центры. В буче мирных жителей наши военные с Бурятии, с Дагестана расстреливали. Вообще без причин. И у людей появляется ненависть к этому всему. Кровожадные прокуроры требовали 5,5 лет колонии и общего режима для москвича только за то, что он посмел критиковать режим Путина. Всего лишь за критику менеджера, которого вроде бы как народ должен нанимать на определенный срок. Путин для того, чтобы удержать власть в стране, уже превзошел по масштабу репрессии всех генсеков, кроме Сталина. Пока что, кроме Сталина. А последние, так называемые выборы главы Кремля в мире, назвали самыми сфальсифицированными выборами в истории России. Почему целью российских гибридных атак стал вопрос легитимности политического руководства Украины и лично Владимира Зеленского? И все-таки останется ли шестой президент на самом деле легитимным после 20 мая 2024 года? В этот период, я напомню, 5 лет назад состоялась церемония инаугурации. В феврале 2024 года украинская разведка сообщила о новых угрозах гибридных атак России против Украины. Полтора миллиарда долларов, как сообщают спецслужбы, Кремль вбухал в свой план по дестабилизации украинского общества. Очередной дерибан российского государственного бюджета ведется под контролем первого заместителя, руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и бывшего помощника Путина Владислава Суркова. Нарративы о якобы нелегитимности украинской власти российская пропаганда распространяет внутри своей страны и за ее пределами, например, в Крыму. Или же в Европе, где есть действенная поддержка Киева. Полтора миллиарда долларов на вот это! Еще и в тот момент, когда часть России из-за тотальной коррупции и халатности чиновников ушла под воду, а россияне, которые остались без жилья, жалуются на бездействие властей. В Кремле реально рассчитывают, что смогут расшатать таким образом ситуацию в Украине и, воспользовавшись этим шатанием, нанести военное поражение на поле боя. В этом ключевая идея очередной специальной операции. Путин продолжает совершать огромную ошибку. Дело в том, что в Кремле до сих пор меряют ситуацию в Украине по своей палате. Там, видимо, считают, что раз у власти в России нет уверенной поддержки, то и в Украине должно быть так же. Логика тут следующая. Распространять надуманные аргументы мнимой нелегитимности президента Украины, который, к тому же, является и верховным главнокомандующим, чтобы спровоцировать фейковое протестное движение. Ну, во-первых, у украинцев уже сформировался внутренний детектор той чуши, которую пытаются продавить со стороны России. Мы уже это все видели на примере наколотых апельсинов, мальчиков, трусиках и солдат НАТО вместе с их биолабораториями. Во-вторых, никто в Украине не посмеет узурпировать власть, как это произошло в России. Дело в том, что сами украинцы не дадут этому случиться. При необходимости люди могут вооружиться даже брусчаткой с улицы. Спросите у Януковича. В-третьих, украинское общество поддерживает продление срока полномочий президента до завершения войны. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Центром КМИС в феврале 2024 года, 69% граждан считают, что Владимир Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения. Также сотня украинских общественных организаций высказались против проведения голосования во время войны, подписав совместное заявление. Важно отметить, что в Украине крайне активное гражданское общество, к которому прислушиваются представители власти, а не наоборот. А теперь давайте посмотрим, что говорит закон. В Украине введено военное положение. Проведение выборов в этот период запрещено статьей 19 закона о правовом режиме военного положения. Там указано, что на время действия военного положения президент Украины останется на должности на законных основаниях, а очередные выборы проведут после отмены этого военного положения. Все. Точка. Но если и этого мало, то давайте еще обратимся к Конституции Украины, которую, в отличие от некоторых, никто под себя не переписывал. Там указано, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост следующего новоизбранного президента Украины. Еще раз. Не до окончания своего срока, а до вступления на пост следующего. Поэтому президент Украины будет легитимным после 20 мая 2024 года. Россияне уже пытались расшатать подобную ситуацию в начале 2024 года, когда фиктивно раздували скандал с отставкой главкома Валерия Залужного и призывали выходить на протесты против власти. Ни сам Валерий Залужный, ни его сторонники, никто не принимал в этом цирке участие. Поэтому очередной план россиян был разрушен. Почему же сейчас нельзя физически провести выборы? Во время полномасштабной войны невозможно организовать справедливую процедуру голосования. Ну вот смотрите, как минимум для этого необходимо предоставить беспрепятственный доступ к участкам украинским военным, что является невозможным, ведь в таком случае оголится фронт. Однако даже при условии привлечения всех граждан Украины гарантировать безопасность участников процесса невозможно. Часть территории оккупирована Россией, а другие города в любой момент могут оказаться под российским обстрелом. Более того, российская армия, которая регулярно наносит удары по гражданским объектам в Украине, в день голосования однозначно станет бить по украинским городам, чтобы сорвать избирательный процесс. И это я не говорю уже о том, что в военное время расходы на проведение выборов не оправданы, ведь Украина сейчас в первую очередь сконцентрирована на борьбе за свое существование. Что интересно, вопрос легитимности украинской власти не стоит ни в Украине, ни среди партнеров. Почему-то этим вопросом интересуются именно в России, представителя которой Путина уже отказываются назвать президентом авторитетные мировые издания. Как минимум из-за того, что Россия проводила так называемые выборы на оккупированных территориях Украины. Сейчас главная задача перед кремлевскими кураторами – подавление героического сопротивления украинцев. Но этого им не удалось сделать ни на поле боя, ни путем террора против гражданского населения. Что тут сказать? Союзники продолжают решительно поддерживать Украину. Российские военные чиновники, виновные в убийстве мирных украинцев, потихоньку заполняют тюрьмы. А граждане Украины у себя в стране уж как-то сами разберутся, за кого, когда и как им голосовать. Без внешней помощи. Такой была эта неделя. Я же с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока.